Наша Вселенная родилась из черных дыр? Последние данные, полученные с помощью телескопа Джеймса Уэбба, могут окончательно подтвердить теории Нобелевского лауреата Сэра Роджера Пенроуза. Тогда наша картина Вселенной перестанет быть такой, какой она была раньше. Нам нужно переосмыслить и рассмотреть возможность рождения нашего космоса внутри черной дыры. Новый космический телескоп Джеймс Уэбб работает с лета 2022 года. И настало время подвести итоги необычных открытий, сделанных этим телескопом. И самое главное, рискнуть взглянуть на то, что это теперь означает для науки и нашего космологического взгляда на мир. Все началось с этого снимка дальнего космоса. Когда НАСА впервые представило изображение публики, никто и понятия не имел, что здесь можно увидеть на самом деле. Ученые знали, что на снимке будут видны очень старые галактики, ведь именно для этого и был создан телескоп. Предполагалось, что Джеймс Уэбб заглянет на край космического рассвета и наконец-то покажет нам, как на самом деле выглядели первые звезды галактики. Но затем произошло то, чего никто не ожидал. Глубинный анализ изображения вдруг показал ряды и ряды галактик, которые были слишком старыми, слишком большими, слишком маленькими, слишком массивными или слишком тусклыми, чтобы вписаться в стандартные космологические модели. Их там просто не должно быть. Эти шесть галактик вот-вот навсегда сломают нашу картину ранней Вселенной. Эти галактики почти такие же массивные, как Млечный Путь, и полны очень старых красных звезд. Эти галактические открытия, основанные на самом первом выпуске данных Уэба, находятся на таком расстоянии, что даже самый мощный телескоп в мире может увидеть их только как крошечные красноватые точки. Тем не менее, слабого освещения достаточно, чтобы извлечь из цветового спектра гораздо более важную информацию. Это позволяет нам узнать кое-что о возрасте, размере и плотности галактик. Здесь нас ждал следующий шок. Ведь эти галактики уже существовали, когда нашей Вселенной было всего 500-700 миллионов лет. На самом деле, такие ранние галактики не так уж и удивительны. Однако первые звездные скопления должны были быть гораздо более хаотичными, темными и почему-то меньшими. Предполагается, что в момент их существования, 13,1-13,3 миллиарда лет назад, Вселенная только выходила из так называемых темных веков, и уже образовались первые звезды и группы звезд. Однако эти шесть галактик в это время, вероятно, уже были такими же большими, как наш Млечный Путь. Новые выводы резко контрастируют с существующими представлениями о том, как выглядела Вселенная и как она развивалась в первые годы своего существования. Предполагалось, что в это время там были маленькие голубые младенческие галактики. После открытия некоторым ученым пришлось признать, что их идеи были ошибочными или просто слишком специфическими. Неужели мы смотрим на самые старые черные дыры? Теперь науке пришлось изобретать заново, и вскоре исследователи выдвинули новые захватывающие идеи о том, что мы видим. Самой популярной ко-теорией стала теория сверхмассивных черных дыр. Новая идея звучит правдоподобно, но если эти шесть не галактики, а черные дыры, то у нас появится еще одна небольшая космологическая проблема. Но давай сначала разберемся в деталях. Почему это могут быть черные дыры, а не галактики? Эти красноватые точки могут быть пылевыми дисками очень больших черных дыр. В очень массивных черных дырах эти диски могут светить так же ярко, как и галактики. Вполне вероятно, что вокруг черных дыр тоже есть какие-то звезды, но их затмевает красный свет пылевых дисков. С другой стороны, свет молодых звезд, которые будут исходить из молодых галактик, будет светить голубым. По мере старения, когда они сжигают свое топливо и остывают, звезды приобретают более красное свечение. Если мы говорим о галактиках, которые соответствуют современным теориям, то они должны быть полны ярких молодых звезд. Исследователи предполагают, что первые прото-звезды имели лишь очень короткую продолжительность жизни. Через 500 или 700 миллионов лет после Большого взрыва вполне могли существовать более крупные звездные скопления с этими большими, яркими и очень молодыми звездами. Но галактики со старыми красными звездами находятся за пределами временных рамок нынешних моделей. Хотя эти источники света очень стары с нашей точки зрения, на момент своего существования и соизмерения с общим возрастом Вселенной эти объекты были еще очень молоды. Впрочем, то же самое относится и к сверхмассивным черным дырам. Согласно нашим нынешним теориям, этим объектам требуется как минимум столько же времени, сколько галактикам, чтобы вырасти до таких размеров. И снова ученые заняты тем, что меняют свои взгляды в соответствии с новыми открытиями. Возможно, что звезды в ранней Вселенной из-за отсутствия в них тяжелых элементов излучали свет гораздо более экзотическим способом. Это означало бы, что законы физики тогда, возможно, были иными, чем сейчас, или существовали совершенно другие элементы. Если бы это было правдой, то наше понимание того, как формировались звезды в ранней Вселенной, скорее всего, было бы совершенно неверным. Однако, если мы имеем дело с черными дырами, то, возможно, мы еще не все понимаем о том, как эти объекты появились на свет. Черные дыры образуются после коллапса звезд. Однако, вероятно, они также образуются в результате прямого коллапса газовых облаков без образования звезды. Старее, чем Вселенная? Что бы ты сказал, если бы черные дыры, возможно, пережили время и существовали до Большого Взрыва? Именно об этом говорит захватывающая теория сэра Роджера Пенроуза. В одной из своих самых известных работ знаменитый исследователь постулировал существование во Вселенной структур, которые, возможно, старше самой известной Вселенной. Эта теория называется «конформная циклическая космология» и утверждает, что Вселенная существует в виде серии бесконечных циклов. Каждый цикл начинается с Большого Взрыва и заканчивается сценарием будущего, в котором черные дыры будут последними объектами в космосе. Пенроуз основывал свои аргументы на том, что определенные круговые узоры в космическом микроволновом фоне указывают на объекты, существовавшие до Большого Взрыва. Таким образом, эти объекты могли бы пережить смерть одной Вселенной и продолжить существование в новой. Таким образом, теория Пенроуза допускает возможность существования гораздо более древнего космического наследия, который выходит за рамки возраста нашей нынешней Вселенной. Тогда шесть черных дыр, которые должны были бы быть старше самой Вселенной, возможно, были бы такими реликвиями, и их существование было бы объяснимо. Теория Пенроуза появилась не благодаря новым наблюдениям. Теория циклической Вселенной и сохранившихся структур уже гораздо старше. Популярным сценарием конца циклической Вселенной является идея о том, что гигантские черные дыры в конце концов засосут в себя почти всю материю. Когда больше не останется звезд, галактик и других космических явлений, Вселенная разрушится по причинам, которые пока не могут быть полностью объяснены, и возникнет заново в результате нового Большого Взрыва. Если теория Пенроуза объясняет черные дыры, астрономам все равно придется в какой-то момент обнаружить первые настоящие молодые звезды и галактики на снимках Джеймса Уэбба. Нобелевская премия за черные дыры Прежде чем мы рассмотрим, мог ли Джеймс Уэбб все-таки открыть первую молодую галактику, давай посмотрим, что исследовал сэр Роджер Пенроуз при своей жизни. Хотя до недавнего времени его имя, возможно, было не так известно, как имена Стивена Хокинга или Альберта Эйнштейна, этот исследователь является одними из самых ярких умов нашего времени. В 2020 году Пенроуз был удостоен Нобелевской премии по физике. Это произошло благодаря его новаторскому вкладу в общую теорию относительности Эйнштейна и в исследование черных дыр. В 1960-х годах Пенроуз вместе со Стивеном Хокингом разработал теоремы Пенроуза-Хокинга о сингулярности. Эти теоремы показывают, что черные дыры являются неизбежным следствием теории Эйнштейна и должны существовать в нашей вселенной при определенных условиях. Это произошло еще до того, как существование черных дыр было доказано. Роджер Пенроуз всегда был одним из тех ученых у себя на родине, которые умели доносить сложные математические концепции так, что их могли понять и специалисты, и неспециалисты. Его гипотезы, которые часто выходят за границы между физикой, математикой и философией, тоже захватывают. Например, теория твистеров – это подход, который пытается объединить квантовую механику и общую теорию относительности. Квантовая механика имеет дело с мельчайшими частями материи, такими как атомы и субатомные частицы, и объясняет, как эти части ведут себя. Общая теория относительности, с другой стороны, разработанная Альбертом Эйнштейном, описывает, как работает гравитация, особенно для крупных объектов, таких как планеты и звезды. Пенроуз придумал новый способ объединить эти два понятия. Вместо того, чтобы сосредоточиться на точках в пространстве и времени, как это обычно делается в физике, теория Пенроуза использует твистеры. Твистер – это математические объекты, которые должны построить своеобразный мост между маленьким миром квантовой механики и большим миром общей теории относительности. Еще одна захватывающая теория этого человека – теория Orch-Or или Orchestrated Objective Reduction, которые занимаются квантовыми процессами в микротрубочках человеческих нейронов. Вместе с анестезиологом Стюартом Хаммероффом Пенроуз работал над природой человеческого сознания и интеллекта. Сейчас его выводы снова становятся актуальными, так как играют роль в развитии искусственного интеллекта и оценке рисков, которые несут ИИ. После этого экскурса в научный мир Роджера Пенроуза давай посмотрим, обнаружил ли Джеймс Уэбб одну из тех молодых галактик, которые так отчаянно пытаются найти исследователи. Чрезвычайно тусклая и далекая галактика Когда исследователи идентифицировали на снимках Джеймса Уэбба одну из самых далеких и довольно слабо светящихся галактик, шансы наконец-то увидеть раннее звездное скопление с множеством протозвезд были весьма велики. Но исследователей снова ждало разочарование, потому что эта галактика слишком тусклая, чтобы быть полной ярких сверхзвезд. Первые звезды, озарившие Вселенную, называют звездами популяции 3. И исследователи уверены, что это были сверхяркие, невероятно крупные звезды. Прожив очень короткое время, они взорвались и положили начало химическим изменениям в космосе. Эти сверхновые привнесли в космос совершенно новые элементы. В астрономии и космологии все элементы, тяжелее водорода и гелия, фактически называются металлами. Эта необычная классификация восходит к тем временам, когда астрономы различали только эти два самых легких элемента и все остальные. По расчетам, первые звезды, образовавшиеся после Большого взрыва, состояли в основном из водорода и гелия. Двух самых легких и самых распространенных элементов во Вселенной. Более тяжелых элементов, таких как железо, никель и медь, еще не существовало. Однако, когда первые прото-звезды взорвались, они, вероятно, выбросили части этих элементов в космос, что позволило существовать более стабильным звездам, формироваться планетам и даже жизни. Поэтому, куда бы ни смотрели астрономы, все, что они находят на снимках ранней Вселенной, сделанной Джеймсом Уэбом, это галактики, которые бросают вызов нашей физической и математической картине начала Вселенной и времени. Подписывайся и жди новых видеохитов.